В пятом микрорайоне могут появиться несколько контейнеров для сбора макулатуры. Идею предложили ученики второй школы на конкурсе, который организовало сообщество из детей, родителей и выпускников. По условиям в случае победы идею помогут реализовать городские депутаты. Квест «Мультигерои СССР» и знакомство с гаджетами. Ученики второй школы предложили во время весенних каникул открыть курсы для горожан старшего возраста. Спортивные занятия для поддержки физической формы, уроки живописи для развития стиля и мастерства, танцы, шахматы, курс «Здорово жить». Еще одна ученица представила идею не захламлять планету, а использовать ненужную одежду повторно. Организация площадки для социальной и творческой работы учеников по переделке одежды и изготовлению аксессуаров. Демонстрация на примере работ, как можно использовать ненужные вещи. Еще один экологический проект по сбору макулатуры. Контейнеры предлагают разместить по всему пятому микрорайону, от поликлиники до детсада. Налаженные связи у школы уже есть. Фирма приезжает в школу в определенное время и вывозит макулатуру. На наш взгляд это не совсем удобно. Я предлагаю установить контейнер для сбора бумаги. Создание и распространение памяток по сбору макулатуры. Эти контейнеры фирмы «Чистый город» может вывозить макулатуру по графику. Конкурс проектов организован школьным объединением из учеников, педагогов, родителей и выпускников. Среди последних есть и депутат городской думы. По условиям социального проекта будет выявлен один победитель, который получит поддержку со стороны депутата в реализации данной инициативы. То есть это будет поддержка информационная, консультационная, организационная. То есть мы совместно с победителем доведем эту идею до конца, до логического завершения. Всего на первом конкурсе было презентовано пять проектов, в том числе по заботе о ветеранах войны и помощи бездомным животным. Продолжение следует...